Сколько раз говорено, даже если вас кто-то пропускает, нужно, чтобы пропускали абсолютно все. В этот раз не получилось удостовериться безопасности, в итоге ДТП. На улице Верхнепортовой произошло дорожно-транспортное происшествие. Девушка-водитель Toyota Fankarga не уступила дорогу второму автолюбителю, двигавшемуся по главной дороге. Ну, я ехал по второй полосе, ну, 60 км в час у меня друг сидел, Костя. Ну, я его отпустил, да, мой он в шоке. А девушка не уследила, что ни в своей, как сказать, не удостоверилась, что безопасно совершает свой маневр. Она решила просто выехать со второстепенной, да, я так понимаю? Да, со второстепенной. Она говорит, что кто-то его пропустил, и она резко выскочила, там, не знаю, километров в 20 час, ну, со скоростью. И утверждает, что ее кто-то пропустил. Но я считаю, что она должна была, конечно, удостовериться, что все его пропустили, не только одна машина. Пассажир как себя чувствует? Пассажир уже нормальный, я ему позвонил, он себя хорошо чувствует. В результате столкновения и Toyota Passa, и Toyota Fankarga перегородили половину проезжей части. Я выехала, не увидела за машиной выезжающего Пасса, ну, он влетел в меня. Одна полоса вас пропустила, да? Да. А вторая нет? Понятно. На встречке тоже пропускали, было там свободно. За рулем давно уже? Десять лет. Десять лет? Аварий много? Уже было ни одной. Это первая? К месту происшествия вызвали сотрудников полиции, которые в оперативном порядке убрали машины с дороги. В автомобиле Fankarga на лововом стекле висел регистратор, однако то ли по устечению обстоятельств, то ли намеренно файл, который должен был показать все как есть, потеряли. В любом случае, виновным в этом происшествии назначена девушка-водитель желтой Fankarga.